Сейчас периодически гуляют слухи о том, что ты можешь покинуть Спартак, поехать туда-нибудь в Европу, в Италию, в Португалию. Как можешь их прокомментировать? Вообще, вёл с кем-то ли ты, переговоры ли твой агент? Я вообще ничего не знаю. У меня всем занимается агент, поэтому все вопросы к нему. Насколько технологически важно выиграть именно первый матч в сезоне? Наверное, это один из очень важных факторов, потому что это первый матч, первый матч дома. И у меня очень нужно выиграть и уже войти в этот сезон с победой и с тремя очками. Первый гол, первый дубль, какие эмоции и как у тебя получились? Эмоции невероятны, потому что первый год я вообще не забивал за Спартак, хотя достаточно моментов было. Не везло, где-то не получалось что-то. Но сегодня, наконец, прорвало, не получилось забить даже два очень важных мяча. Поэтому я безумно доволен. Как поздравляли вы раздевалки? Очень так радовались. Да, очень радовались, очень сильно поздравляли ребятам. Спасибо им. Невероятные эмоции. Как списались на очки в команду? Как удобно играть с Тео? Мы еще приигрываемся, в любом случае, потому что не так давно пришли. Все сильные футболисты, у нас хороший состав по догмам. Очень конкурентоспособный, поэтому у нас, я думаю, будет очень интересный футбол. Данил, ты думаешь, ваш лучший матч? Ну, если брать из голов, то, конечно. Даниил, но голы получились красавцы. Это потрясающе. Да, достаточно хорошие мячи забил. Ну, и второй мяч еще больше понравился. Хороший был. Хороший розыгрыш был. Было прекрасно, красиво все выглядело. Я думаю, посмотрю еще. Мы же не можем назвать эти голы случайными. То есть, это результат работы, наверное. Вы не раз уже отмечали эксперта о том, что вы прибавили в завершении, в качестве паса. Ну, спасибо экспертам. Мы над этим работаем всегда. Мы для этого и тренируемся, чтобы совершенствоваться. Об этом говорил Роман Широков не так давно, да? Что вы значительно прибавили в качестве паса и в завершении. Как вы сами чувствуете? Ну, видимо, да. Раз забил два, поэтому будем продолжать работать. Спасибо всем, кто хвалил. Для этого и работаем. Чтобы расти. Вас как-то мотивирует эта история с тем, что Спартак ищет крайнего защитника? Вы следите за этим? Или вы больше следите за тем, что пишут про вас? Итальянский клуб? Ничего себе! Я не слежу ни за чем. Я тренируюсь, делаю максимум от себя. И что от меня требует? Это самое важное. А остальное уже на втором плане. Фамилия Рожерио. Вам что-то говорит? Знаете, как это фамилия? Спартак говорит. Это фамилия? Ну, конечно. Это название моего клуба, за который я играю. Это самый важный. Это мужчина играет Рожерио, мужчина играет Соло. Крайний защитник. Так. Первый раз слышите эту фамилию? Ну, я слышал. Я слышу ничего. Я вот... Коллеги спрашивали, у вас появился агент. Кто этот мужчина, который ведет якобы переговоры с итальянскими клубами? Кто он? Я ничего не знаю, ребят. Все вопросы к моему агенту. Кто он? Кто он? Агент. Ну, как его зовут? Олег. Олег? Олег, да. Фамилию? Фамилию можете узнать в интернете. Там все, в интернете же все есть. Да, я понял. Слушайте, были не только хорошие моменты, были и моменты плохой, когда тот момент, когда вы пропустили. Что было, кто ошибся там? Вы, Дуарда, как вы должны были смотреть за этим игроком? Не буду сейчас ничего говорить, кто ошибся точно, кто виноват. В любом случае пропускает гол команда, поэтому еще тренер скажет, какие ошибки были, в общем-то пущены, поэтому будем это исправлять. Ну, а, да. Давило ли это тебя как-то, что ты смогла снять? Нет, сильно не давило, но в любом случае я держал там в голове какое-то время. В последнее время мне это не было, не оказывало никакого давления, потому что все-таки крайний защитник это не самая главная моя обязанность, да, но всегда хочется забивать и поманять команду. Поэтому я очень довольный, что получилось сильно забивать. Есть ли какой-то крайний защитник, на которого вам, ну, вы профессиональный футболист, на которого, возможно, хочется быть похожим, с которого вы берете пример, нарезки которого спутаете? В данном случае нет. В общем, смотрю матчи больших клубов, и какие-то моменты от каждого человека ты берешь себе, где-то добавляешься в тренировках, потом в игрок. Мне говорили о том, что когда были маленьким, отец говорил вам, смотри, сын, на матче Донецкого Шахтера. Кто в том Шахтере вас очень сильно удивлял? О, я уже даже не помню. Дарьо все равно хорошо играл тогда. У меня очень любил с Коста. Я как раз, я по детству в атаке играл, поэтому это были сильные враги. Ну, все мы ждем противостояния. Вы слышали наверняка слова главы совета директоров о том, что вам поставлена задача чемпионства и кубок. Что вы по этому поводу думаете? Задача поставлена. Будем бороться. Максимальные вершины добиваться. Основное. Вы чувствуете, что в связи с тем, что из «Зенита» уходит, возможно, господа Венбелла Малком, у вас появляется больше шансов? Я не слежу за такими трансферами вообще. Даниил, вы не знаете, что Малком мог купать за 70 целую скорую? Зачем я это знаю? Потому что вас могут купить туда же, допустим. Вы бы хотели быть проданным за 70 миллионов евро для нее? Давайте мы... Я играю в «Спартаке» сейчас. Это основное, что есть. А потом мы будем говорить уже о трансфере. Но мы можем сказать, что на начальном этапе «Зенит» выиграл вчера, сегодня вы выиграли, добились волевой победы. Что шансы 50 на 50 или 80 на 20. Все же в пользу клуба «С берегов Нивы». Все будет. Это первый тур. Мы не можем с него ничего брать сейчас. Самое главное, что мы выиграли. Мы работали три очка. Это самое важное. Дальше будет видно, что будем бороться. Спасибо большое. Спасибо вам, спасибо.